Лето в самом разгаре, так что решил рассказать о 8 мастхэвах. Без некоторых вещей из этого списка твой гардероб будет скучным, без других неполноценным. А часть вещей просто необходима для того, чтобы ты себя комфортно чувствовал и при этом стильно выглядел при текущей погоде. Ссылки на вещи, как всегда, в описании к видео. Погнали! Начнем с футболок или их более легкой вариации маек. Знаю, сенсация, летом можно носить футболки, но не спеши закрывать видео. Если с футболками уже более-менее все ясно, просто нужно следить за тем, чтобы их длина заканчивалась в районе середины ширинки или заправлять для достижения более аккуратного силуэта. То майки это относительно новый элемент повседневного гардероба, и я вижу много ребят, которые не совсем понимают, как их адекватно носить. Супер важно обращать внимание на форму и глубину выреза ворота. Чем воротник плотнее, ближе по виду к футболке, тем более аккуратно и повседневно выглядит майка и образы с ней. И в обратную сторону. Чем воротник более глубокий, тем образ выглядит более расслабленным. И если переборщить, то есть вариант выглядеть как батя, который поленился и вышел в домашней одежде за хлебом. Мой фаворит это майки от бренда Мэре. Они достаточно плотные и вырез прилегает близко к горлу. Также могу посоветовать более бюджетные варианты. Майки Зарина и Тезенес хорошо на меня сели. А если ты находишься в поиске более необычных фактурных вариантов, то загляни на сайт Tom Sawyer. Совсем недавно пришли на обзорах майки, в ближайшем будущем поплотнее их рассмотрю. Идеальное дополнение к майке это рубашка. Образ сразу оживает, становится многослойным. Если подобрать легкую рубашку и не застегивать ее, то это практически не влияет на теплообмен с окружающей средой. Одни из моих любимых летних цветов это белый и голубой. Не то чтобы они были сугубо летними цветами, просто летом ношу их намного чаще. Недавно заказал эти две рубашки из Tom Sawyer и очень доволен их силуэтом и расцветкой. Единственная вещь, которая лучше подходит для лета, чем рубашка, это рубашка с коротким рукавом. У меня есть более плотный вариант от бренда молодость, который я надеваю в ветреную погоду или ближе к вечеру. Легкий, почти невесомый вариант, который я выхватил во время поездки в Таиланд в Заре. И надеваю его даже в самую жару, когда не хочется идти просто в обычной футболке или майке. Главное, не берите облегающие варианты с рукавами выше локтя. Если вы, конечно, не хотите получать комплименты, отдам в возрасте. А в остальном, не останавливайте свою фантазию. Лично я сейчас охочусь за бокси вариантами. Чем шире, тем лучше. Следующий пункт моего списка будет не определенной вещью, а материалом. Если ты не фанатеешь от жары, пота и всего с этим связанного, то лучше отдать предпочтение более натуральным материалам. И лен будет лидером среди остальных. Он отлично впитывает влагу и обладает повышенным теплообменом. Брюки, рубашки, пиджаки. В общем, все, что найдете. Будет отличным приобретением для знойной погоды и поможет чувствовать себя приятнее даже в самую сильную жару. Правда, натуральный лед обладает одним заметным минусом. Он мнется буквально от дуновения ветра. Так что про аккуратно выглаженные вещи можно забыть. Покупая вещи изо льна, ты принимаешь правила игры. И по умолчанию понимаешь, что образы с ним будут выглядеть расслабленно, слегка небрежно. Зато, если ты не любишь наглаживать свои вещи, теперь ты знаешь, что можно просто сказать, что эти вещи изо льна. Потребность в льняных вещах я закрыл в магазине Мэре. И честно говоря, натуральный лен – это дело не дешевое. Но, например, в Бифри и Остин я видел неплохие бюджетные модели, в составе которых присутствует лен. Ссылки на них я оставлю в описании. Если говорим про низ, то я небольшой фанат шорт. Так сложилось, что брюки чисто визуально мне больше нравятся. Поэтому я большую часть времени хожу именно в них. Берите модель посвободнее, чтобы штанина особо не обтягивала ваши ноги, тем самым заставляя их потеть. И все будет ок. Не обязательно брать брюки прям изо льна, но как минимум они не должны быть сделаны из теплой зимней шерсти. По-прежнему отдаю предпочтение брюкам с защипами. Просто посмотрите, как меняется динамика и ощущение от аутфита, когда появляется объем в бедрах благодаря защипам. На самом деле найти мужские брюки с защипами – это та еще боль. Я даже сейчас на вскидку не могу вспомнить бренды, в которых это можно сделать. Так что при монтаже добавлю на экран и в описание название брендов. Как альтернативный вариант всегда можно покопаться в женских магазинах. Например, сейчас вы видите на экране брюки от бренда женской одежды Aimclaw. Как вы видите, они отлично на мне сидят, и никаким образом визуально непонятно, что они взяты из женского магазина. Единственная особенность женской одежды в том, что они делаются на девушек, которые в среднем более миниатюрны, чем мужчины. Поэтому если ты ростом больше 185 сантиметров и весом выходишь за 75-80 кило, то есть шанс, что вещь будет тебе коротковата или узковата. Пятый пункт. Как бы я не хотел провести все лето в брюках, иногда столбик термометра поднимается до таких неприемлемых показателей, что шорты сами по себе надеваются. В этом сезоне я поймал себя на том, что даю предпочтение коротким шортам с прошитыми снаружи карманами. Неплохой вариант в разных расцветках есть в Tom Sawyer. Материал легкий и приятный. Чуть поплотнее есть у бренда Miracle Apparel. Очень приятный материал, брал их с собой в отпуск, все прошло без нареканий. Не могу не упомянуть, что в фэшн-пространстве сейчас достаточно популярны длинные шорты, которые спускаются ниже колен. Например, джинсовые. Лично мне такой вариант пока не зашел, сколько не мерил, выглядело странно, как-то не подходило. Если у кого-то есть рекомендации, прошу в комменты. Шестой и, возможно, самый важный пункт – это солнечные очки. Если при появлении солнечных лучей ты не хочешь быть похожа на человека, одновременно недовольного и страдающего плохим зрением, то обдумай приобретение солнечных очков. Я долго сопротивлялся, не мог найти вариант, который подходил бы мне по стилю и форме лица, но после их покупки жизнь разделилась на до и после. Теперь каждый раз, как я забуду захватить с собой очки, приходится щуриться, как собака сутулая, и все наслаждение от солнечного денька пропадает. Магазин, в котором я нашел очки, подходящие мне по форме лица – это Pie Optics. У ребят широкий выбор, к тому же есть пару офлайн-точек. Все-таки заказывать солнечные очки онлайн – не самое приятное удовольствие. Советую заглянуть. Итак, мы уже на финишной прямой. Без чего еще невозможно существовать летом? Правильно, без подходящей обуви. Если ты относишься к тому типу людей, которые зимой и летом ходят в одних и тех же Air Force, то я тебе сочувствую. Для жаркой погоды я выбираю легкую обувь из дышащих материалов. Например, очень комфортно себя чувствую в Converse или в Anitsuka Tiger. Комфортно будет в некоторых моделях New Balance и других брендов, в которых немалая часть кроссовка сделана из сетки и прекрасно продувается. А вот с сандалиями у меня как-то так и не сложилась история. Я прекрасно носил их на отдыхе в Таиланде, но вот в город не могу их надеть. Сандалии – это все-таки больше обувь для отдыха или похода в магазин, или можно их носить в центр. Ну и напоследок хочется затронуть теплые вещи. Все-таки не в тропиках живем. И в Москве температура вечером может опускаться до 20 градусов. Идеальный для меня вариант – это верхний слой, который можно расстегнуть. Например, верхняя рубашка или пиджак. Кстати, небольшой совет. Помимо натуральности верхнего материала, из которого сделана ваша вещь, еще обращайте внимание на подклад. В идеале на лето вещь должна быть либо совсем без подклада, либо он должен быть сделан из натуральных дышащих материалов. Еще не так давно в Uniqlo купил себе кардиган из футера. Оказалось, суперудобная вещь. Ношу как альтернативу худи и свитшотам. Если нет возможности заказать из-за рубежа, то есть неплохой вариант у питерского бренда Andy Koch. Стало прохладно, накинул сверху и забыл о нем. Очень удобно. На этом все. Ссылки на вещи и промокоды, как всегда, в описании. А еще вы можете посмотреть другие мои видео. Например, обзор на мою любимую пару кет, а не Цука Тайгер. Или видео про универсальные базовые ботинки на осень-весну. Субтитры сделал DimaTorzok